Первое место. Дочь простого инженера и экономиста на коньки решила встать сама. Тогда еще никто не знал, что ей суждено стать секс-символом огромной страны и выиграть в нашем рейтинге. Ну кто может быть первой? Олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Сколько всего стоит вот за этой красивой внешностью, улыбкой, какой-то расслабленностью, приятным общением. А сколько стоит труда за этими олимпийскими медалями. Мне сложно представить, как все это может сочетать в себе один человек. Татьяне это удается в полной мере. У Татьяны миллионная армия болельщиков по всему миру. Мне кажется, что это как раз классическое воплощение мужских грез. Блондинка с длинными волосами, с большими распахнутыми глазами, с хорошей фигурой во всех смыслах. Ну то, что она выделывает своим телом на льду. Умеет делать такие штуки, которые просто не пригрезутся во сне. Я думаю, что ее муж должен крепко держать в руках свое человеческое счастье. Хитрая она, конечно. Мне очень здорово сочетается такая вот скромность, пока она глаза опускает. И потом, когда она тебя стреляет, ты понимаешь, там такое. И вот это сочетание скромности и сексуальности, меня это очень здорово подкупило. Лично меня это просто прям взяло. Поклонников не смущает, что Татьяна катается в паре. Что ее личный тренер, ее муж. Они готовы терпеливо ждать мимолетного поворота головы, нечаянной улыбки или воздушного поцелуя звезды. Мне очень понравилось, как ей Татьяна Тарасова сказала, «Помни, Танечка, что ты жена сексимвола». А Татьяна ей сказала, а я никогда не забывала. Если она общается с мужчинами, то они просто тают и не могут устоять. Во время выступления Татьяны на Олимпиаде любой мужчина был готов заменить. Романа Костомарова «Случись на льду какая-нибудь неприятность». Все мужчины одновременно вздрагивали, когда Роман поднимал Татьяну, и облегченно вздыхали, когда она вновь оказывалась на льду. Если бы она не нравилась мужчинам, ну как-то было бы странно. Жить с женой, которая не нравится мужчинам, ну непонятно мне это было бы. Татьяна – человек первого места. Будь то Олимпиада или список секс-символов. Несмотря на весь актерский талант пары Табашарова, эта пара никогда не смогла бы победить, если бы не та привлекательность и то обаяние Навки, которое привело эту пару на первое место. Успех «Звезд на льду» – это в большой степени ее успех. Татьяна привыкла побеждать, а победа, кажется, привыкла к ней. И сегодня она первая в списке самых-самых сексуальных женщин России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова